Когда забивается канализация, выпуск. Вся эта вода, фекалы, а здесь она щитовая. Может, авария большая получится. Начиная с подвалов и до крыши, все здесь плачет по ремонту. Его власти хотят свалить на плечи хозяев приватизированного жилья. Форму управления собственники квартир этого дома избрали очень редкую, непосредственную. Но вот проблемы у них общие и неоригинальные. Они хотят принять документацию под этот дом и прилежащую к нему земельную территорию. Только если он будет отремонтирован за все 50 лет его существования, ремонт не был произведен здесь ни разу. Этот способ самоуправления дает возможность для заключения договоров с поставщиками теплосетями, горгазом, водоканалом напрямую, без посредников. Но повсюду жильцы получают отказ, поскольку нет надлежащим образом оформленного техпаспорта как на дом, так и на землю. Они должны что сделать? Сделать акт обследования, выявить все недостатки, устранить их, а потом уже нам передать, когда мы будем уже сами дальше ремонтировать. Пока жильцы ходят по инстанции, выясняя за чей счет должны пройти все организационные моменты, они, между прочим, платят за все коммунальные услуги сполна. Кстати, тепловозно-ремонтный завод передал дом со своего баланса в городское хозяйство с хорошим денежным довеском. Знаете, сколько денег было перечислено на ремонт? 6 миллионов. Это только сам завод и еще из федерального бюджета было передано, куда эти деньги делись. Мы вернули часть денег через судебные органы. Власть говорит, что это неправда. Но вот акт выполненных работ по ремонту крыши жильцам не показывает. Кто прав в споре, жильцы или власть? Доказать невозможно, поскольку, по словам собственников дома, документы во властных кабинетах были подвержены затоплению. Уплыли одним словом. Куда податься еще? От больших людей ответ трудно дождаться. Идем туда, где не отказывают. В органы муниципалитета, а именно в администрацию городского округа Саранск с заявлением вот этому уполномоченным лицу дома номер 2, с заявлением о постановке на кадастр учет. В общем, все по тому же кругу. То ли закон у нас не для людей, то ли не те люди при их исполнении. Но забывают чиновники, что это мы на наши деньги, содержимых для организации нашей жизнедеятельности. Кольцо, зажавшее собственников жилья, похоже, долго еще никто не прорвет. С кипой документов, собранных в хождениях по мукам, им, скорее всего, придется обратиться в суд. Маргарита Шаинова, Сергей Найдин, Андрей Никонов, Вести Мордовия.